Всем привет, ребята! С вами Риерс, мы продолжаем играть в Ведьмака, и в прошлой серии мы помогли дочери Крах Анкрайта выполнить её подвиг. А подвиг её заключался в том, чтобы расколдовать Толика, не Королик, как его зовут? Ярла, местного Ярла, вот этого поселения, этого острова, его расколдовать. Теперь нам нужно отправиться к Краху Анкрайту за наградой. Королевский гамбит называется, серия, серия, говорю, называется задание, идём туда, ребята. Такие вот сегодня планы. А затем у нас заказик на 19 уровень, у нас уже 22 уровень, мне пришлось переиграть немножко задание, потому что игра не сохранялась у меня. Не знаю почему, что я только не делал с ней. И немножко мы переделали нашу раскладку талантов, так сказать. Здесь у нас плюс 15 силы атаки, здесь у нас плюс 5 силы атаки. Ещё даётся сверху. Я решил поставить именно красный мутаген сюда, чтобы дополнительно была, собственно, сила атаки. Мощь знаков убрал, потому что знаками сейчас пользуемся вообще редко, и тем более у нас есть сейчас, ребята, вихрь, который прокачан уже на 2. И вихрь этот, это вообще лютая херобура. Это просто трыдец. Так что мы будем его использовать. Отправляемся. Вот сюда. И здесь мы уже будем сдаваться к Краху Анкрайту. Мастер Геральт, стражник увидел вас с башней. Меня послали открыть вам ворота. Спасибо. Почему они были закрыты? Это знаменитое гостеприимство жителей Скеллиги? Такова традиция. После пиршества ярлы выберут короля, а значит, двери должны оставаться закрытыми. В крепости могут быть только сыны и дочери Скеллига. Крах сделал для меня исключение. Все знают, что ты сделал для Керрис и Хьялмана. Сегодня ты один из нас. Спасибо, господа. Прошу за мной. Крах ждет. И как-то настроение? Спокойно. Слишком спокойно. Это как? Знаешь, есть у нас такая поговорка. На добром Перу кровь и мед льются одинаково. На большой земле это, наверное, считается варварством. По мне лучше так, чем скучные банкеты и дворцовые интриги. Тут пирушки, смотрите, на столах прям пляшут. У меня столько же прав, сколько у тебя. Ты должна меня поддерживать, а не отбирать у меня союзников. Если кто из анкрайтов и наденет корону, то... То это ты, потому что у тебя борода на рожи растет. Вот как у тебя вырастет, может, тогда ярлы и тебя послушают. Хочешь получить? Помнишь, последний раз я тебя победила на кулаках. Да, а может идем сразимся с вельдкарлами? Интересно, у кого лучше получится? У тебя или у Хьялмара, у смирителя великанов? Хватит выделываться! Я бы девку выбрал, ярлы, новым. Будет весоль. Я кровь! Нехорошо все вышло. Я знаю. Ну, ты же сам видел. Она ведь такая... Такая... Упрямая, упорная, самовлюбленная. Не хочет никого слушать. Точно! Ты прав, Арнвальд. В этом мы с Керрис похожи. Я не вижу краха. Он с ярлами? Нет, ушел в свои покои. Наверное, готовит тебе обещанную награду. Послушай, ведьмак, а ты не хочешь сразиться на кулаках с вельдкарлами? Размять кости с дороги? Давай. Так, зайти к краху Ангра, это за награды. Можно... О, еду! Сука, сейчас будем еду воровать. Девка пляшет там, да? Тихо, тихо, тихо. Как-то у вас слишком много имен всяких разных. Подожди. Да тихо. Духи. Сойдет. Тут шляпа всякая. Давайте сразимся, попробуем. Где здесь главный-то у них? Кирраун. Здоровый. Киркоров. Можешь? Что-то ландит, блин. У меня все зубы целы. Почти. Неплохо тебя отделали. Что, смеешься? Тебе бы тоже наваляли. Сомневаюсь. Да? А что скажешь про такой заклад? Если положишь кого-нибудь из вильдкарлов, получишь мой меч. А если закончишь как я, простишься со своим. Давай. Вильдкарлы? Кто это? А, дикари. Живут в горах. Они пастухи? Ну, вроде того. Только без овец. Живут боями, едят только то, что добудут на охоте. И дерутся, как никто другой. Идет. Можешь уже прощаться со своим мечом. Не дели шкуры не убитого медведя, Волк. Сука, сосочки проколол тебя. Я слышал, вы хотите помериться силой на кулаках? Помериться? Нет. С нами никто не сравнится. Мы хотим бить. Бить, пока наши кулаки не покраснеют от крови. Кролк хочет пить. Охотно. Давай, давай, наваляем. Оп. Оп, 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 оп. Ух ты. 18 левелами. Оп. Тихо, 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 тихо. Чувачок. О, вот этот посерьезнее уже. Так, 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 окей. Вот он бьет. И мы ему в ответочку прописываем. Отлично. Да бей ты его, будешь бить сегодня, не? Вареник бы закушать. Хватит болтать. Двою. О, пипец. Вот у него прием такой есть. Он блочит. О, адреналин напомог. Есть. Фух. Хоть что-то. Ну, они жесткие типы. Оп, 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 оп. Два ударчика. Отбегаем. Отбежал. Давай еще разок. На, на. Оп, оп, оп. Больно. Сука, все время в блоке сидит. Отлично. Ух ты, сука. Это уже интересный бой. Тихо. Ты будешь молить о смерти. Трави его. Давай, давай, давай. Ну-ка, а если... Еще один адреналинщик сработал. Это хорошо. Если бы не адреналин, вы понимаете, мы бы уже давным-давно отъехали. Хороший перк. Прям вообще не жалею, что взял. Особенно в таких ситуациях. В боях с противником, который, сука, постоянно в блоке сидит. Так, 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 так. Вот, вот сейчас. Оп, еще сработал адреналин. Отлично. Давайте вы сейчас. Оп, 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 оп. Давай. Есть, отлично. Фух, вот это бои жесткие. Ну, если бы не адреналинщик. Ты бы меня уже три раза выиграл. Читерская немножко способность, но... Будет наша криворукость покрывать. Ну и драка. Ты ему так морду начистил, что я диву даюсь, как у него мозг ушами не вытек. Заклад я проиграл. Но ты такое зрелище устроил, что я не жалею. Вот, пусть он тебе служит. Да нахер он мне нужен, твой меч? У меня лучше. У меня ведьмачи, твою мать. Давай посмотрим, что за меч такой. Так себе. Развлекула... Развлекаловка, конечно. О, нам надо все продать будет потом. Подожди, еще заданец какой-то есть. Я слышал, вы хотите помериться с силой на кулаках. Помериться? Нет. Мы хотим бить, бить пока. Перейдем к делу. Давай. Мы уже били же. Сука, еще раз что ли тебя лупить? Давайте сделаем, знаете как. Ну в этот раз уже поинтереснее получается, смотрите. Почти выиграл его. Я нашел против него тактику. Определенную. Подожди. Вот он их, наверное, сбить, и мы его в ответ ярачим. И стоим. Вот. Не получилось? Вот. Как-то так. М-да. Зависли... А, еще было? Давай, зови следующего. Стоять! Вот с этим уже подруга... Ох ты, сука! Не надо... Ну ты тихо-тихо-тихо, братанка. У него... Против него уже такие не проканали. Тема, да? Подожди, стой. А, я не могу в рюкзак зайти. Оббафаться перед этим делом. Вот, адреналин есть. Немножечко. Так, 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 так. Оп! Сука! Больно было. Этот, у этого уже атаки быстрее. Этого так не пробить надо. Другую сниму тактику. Ох ты! Места мало, пипец. Давай, адреналинушка. Сука! Но это не то задание. Это не то задание было. Хотя нет, то показывает. Давайте попробуем его вне этого пройти. Вне записи. Так, ну и с этим оказалось еще проще. Блин. Если не считать вот этого. Он ударит, ему можно в спину, по идее, бить. А сейчас что-то не получается. Я не могу отсюда выйти из этого блока. Я пытаюсь его обетовать, обойти. Блин, отсыпал. Всегда так. Во. Почти. Но я сейчас сдохну. И сейчас заново все придется начинать. Угу. Во, во, во. Но получалось неплохо. Первое время. Давай, 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 давай. Нападай. Вот, один ударчик всадили ему. Оп. Так, 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 так. Он умнее, сука, становится. Его уже просто так не проведешь. По сути, с ними со всеми одинаковая тактика боя. Главное, не промянуть момент. Оп. Прошу прощения, ребята, за этот телефонный звоночек. Ну, бывает. Одно из жестких заданий. Сейчас главное, когда в игру зайду, сразу же люльца не отхватить. Вот, ему подали ему. Жарца. Вот, отлично. Главное, не попадаться теперь под удар. И просаживать его самому. Так, 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 так. Последний ударчик ему остался. Есть. Фух. И сейчас, по идее, третий должен быть, да? Да, 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 конечно. Я тут мучаюсь, блядь, уже час, наверное. Ну, не час, то минут 20 точно. Тогда позови трезвого. У вас такое найдется? Найдется. Ночь только началась. Надеюсь, только три. Да, это последний. Захвати его в цель. Во, все. Оп. Но они особо не отличаются умом и сообразительностью. По такой же схеме этот еще больше пропускать даже стал. Так, не успел. Оп. Вот сейчас не надо даже к нему лезть. Оп. Ах ты, сука. Третий удар не проходит никогда. Так, это коротенькие ударчики были. Оп. С ноги ему. Насколько-то не надо бить. Во. Отлично. Главное не заиграться в бога тут. Что якобы все получил. Ах ты, сука. Да ты. Я пройти не могу. Во. Отлично. Отхватил. Вот если бы не хилка, я бы не прошел ее никогда. Мне так кажется. Сейчас надо не пропускать. Бить редко. Но метко. По одному ударчику. Ах ты, сука. Один удар и отбежал. Блять. Это был последний. Сейчас здесь. Вот вы, ублюдки, а. И сейчас всех заново проходить по цепочке, да? Я за тобой слежу. Так. Ну давай сразу с тобой. Или будешь биться. Или что? Перейдем к делу. Охот. Ну сука. Все. Победили. Третий остался. Так. Выделили. Все. Ждем пока он сильный удар сделает. Главное сильно не заморачиваться с этим делом. И тогда сможем пройти. Адреналинчик у нас есть? Есть. Оп. Пока мы ему еще ни одного удара не нанесли по ходу. Так. Что-то это какой-то... Опасть не стал. Ты будешь сильными ударами добить, нет? Во. Тихо. В сопли. И с ноги. Да ты отойдешь, нет? Тихо. Адреналин собирай. О, отлично. Адреналин собрали. Сейчас закрутим его. В вальсе. Давай. Ах ты сука. Попали. Каким только методом это было сделано. Не весьма хорошим. Два ударчика сделали. Адреналин есть. Желательно по фуламу, конечно, набить. Не попал сильным ударом. Во. Отлично. Садил. Я выпущу тебе потрохом. Оп. Тихо, тихо, тихо. Да в другую сторону тогда давай. Отлично. Нет, 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 нет. Да, блядь. Есть, сука, есть. 30 раз переигрываю. Все. И ничего не дали. Два оп. Ах, господи, ради двух опыта я потратил реально, ну реально час, наверное, на все это дело. Это такой трындец был. Я чуть джойстик не сломал. У меня кнопка X западает теперь. Зато научился блочить. Такой трындец. Поскрепим немножко стулом. Приветствую, Бирна. Пир тебе не по вкусу? Это не пир, а ярмарка. Тут торгуют голосами, словно овечьими шкурами. С Ванриги не собираются бороться за поддержку? Сын Брана не будет торговаться за корону, которая ему принадлежит. Из того, что я слышал, короля должно определить голосование. Такова традиция. Но не всякая традиция хороша. Заботу об островах должен взять на себя один род. Что плохого в выборах короля? Походи, послушай и поймешь. Кандидаты уже раздают земли. Обещают привилегии, титулы, судебные решения. Как уличные девки, что задирают платье перед каждым прохожим. Король по выбору не властитель, а должник. Пора с этим покончить. И для начала посадить на трон первородного сына Брана. Надеюсь, ярлы поймут мудрость этого предложения. Ты покидаешь Каэр Трольда? Завтра чуть свет. Приятных развлечений, мастер-ведьмак. Можно? Даже нужно. Заходи. Я ждал тебя. Как тебе пир? Получше, чем эти ваши баллы на большой земле. Выпивки так точно больше. А как же. Чего я только не выкатил из погребов. Полуторалетние меды. Центрийская сливовица. Махакамский спирт, который обжигает глотку, как кипяток. Анкрай, ты знаешь, что такое гостеприимство. Что-то мне подсказывает, что твое гостеприимство не совсем бескорыстно. Ну да, не совсем. На островах поддержку добывают не только мечом, еще и медом и мясом. Если так, за результаты голосования ты можешь быть спокоен. Спокоен я буду завтра, когда кто-то из моих детей наденет корону. Ты не разрываешься между Хьялмаром и Келес? В смысле, есть ли у меня фаворит? Нет. Они разные, как огонь и вода. Но в обоих течет кровь анкрайтов. Так, между нами. Хьялмар не слишком порывист для короля. Зависит от того, о каком короле ты говоришь. Если про того, что засылает послов, двигает флажки по картам и долго рассчитывает выгоду, то да, он слишком порывист. Но Скеллиги хочет иного властителя. Такого, что утопит Нильфгард в крови, который скорее прыгнет в огонь, чем сдастся. А в этом весь Хьялмар. Если вы продолжите набеги, Энгер окончательно разъярится. Вы можете об этом пожалеть. Мы на Скеллиге не знаем, что такое мир любой ценой. Думаешь, совет Ярлов посадит на трон женщину? Спроси ты меня об этом пару месяцев назад, и я бы засмеялся. Но теперь я вижу, и не я один, что у Керрис есть кое-что, что на островах встречается так же редко, как жаркое лето. Терпение. Одни сперва делают, потом думают. А она другая. Подумает, взвесит, за и против. Но как начнет действовать, то нет такой силы, чтобы ее удержала. Обещал мне награду за помощь твоим детям. И сдержу обещание. Прошу. Эта безделушка в моем роду много побед. Очередной меч мне дал, что ли? И за то, что ты помог сохранить продолжение рода, я отдаю ее тебе. Ой, господи, да нахрен мне меч, у меня ведьмачья. Красная работа. Спасибо. У меня ведьмачья и мечи. Ну, давай посмотрим, что за меч там такой интересный. Ты нам дал, дружище. Слышал? Холера. Должно быть, Хьялмар устроил какую-то свару. Это не Хьялмар. Пойдем. Судьба называется меч. Ну, давайте глянем на него сначала. А, не получилось. Так. Че? Охереть. Это оборотня. Судя по всему. Местные. Которые медведи превращаются. Стоять. Что за мечик ты мне дал? Судьба. Серебряный меч. Стоять. Блин, а у нас сейчас... А, у нас сейчас все зелья израсходованы. Так, это зверье, да? Помчали. И рачить их направо и налево. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. А, вихрь же у нас есть. Я совсем забыл про него, ребята. Мой косяк. Берегись! Сейчас мы набьем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай. Вот это вихрь, вот это я понимаю. Веселуха. Так, подожди. Половина мертвы, двое мать. Дайте тряпку! Нужно остановить крот! Быстрей! Отец. Возьми плащ. Держи, сын. И выберешься. Как меня акула однажды... Хальбьорн! О, нуль. Там этот барон без глаза. Крах. Откуда взялись эти медведи, а? Отвечай! Как ты говоришь с моим отцом? Убери меч, щенок. Не то крах, тоже лишится сына. Ты оскорбил меня, Лугас. А теперь угрожаешь моему сыну. Я тебе этого так не оставлю. Ну так иди. Давай. Я забью тебя, как бешеного пса. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Довольно уже пролито кровью. Кто-то привел сюда медведей, чтобы они убивали наших сынов и братьев. Мы не сможем вернуть их к жизни. Но мы можем и должны за них отомстить. Этот груз ложится на хозяина и его детей. Вот это уже интересно. Найдите виновных, Анкрайди. Найдите и убейте. Иначе ваш рот будет проклят до сотого колена. Кто-нибудь видел, откуда эти медведи взялись? Это неважно. Я уже знаю, где искать виновных. Погоди. Ты с ума сошел? Ты хочешь зарубить кого-то, прежде чем мы узнаем, что случилось на самом деле? Узнавай себе, что хочешь. А я пока смою позор с нашего рода. Эй, Ярда тебя уже не слышит. Перестань играть в героя и подумай. Речь идет о нашей чести. Ты меня вообще слушаешь? Кто впустил сюда этих медведей? Ответ на вопрос, кто за этим стоит, находится в этой зале. Я помогу тебе, Кирис. Ты права, Кирис. Я помогу тебе. Спасибо. До встречи. Я вернусь с головами предателей. Я останусь здесь. Кто-то должен всем этим заняться. Позвать знахарей, выдать тела родичам. Волк, спасибо тебе. Да не за че. Вот так вот, ребята. Видите когда-нибудь что-то похожее? Нет. И надеюсь, что не увижу. Откуда взялись эти медведи? Люди смеялись, ели, пили. И вдруг началась резня. Все стены в крови. Что происходило сразу перед резняй? Молодой Лугас поспорил, что выпьет бочку пива залпом. Влез на стол, схватил бочонок пшеничного из цинтры и начал хлобыстать. Кадык ходил у него туда-сюда, как поплавок. Он надулся, покраснел, но пил. Люди стучали кружками и кричали «Лугас! Лугас!». И тогда с другой стороны залы пошло такое рычание, что мы обернулись как по команде Кормчева. А они уже там. Те, что были ближе всех, не успели даже выхватить мечи. Их разорвали на кусочки. Божественность. Кто погиб? Дрогадар, Драйк Бонгу, Лугас Синий, Хальберн, Отрик. Долго перечислять. Говорят, ты и Лугасу помогал, как мне с Химом. Теперь выживших кандидатов на корону можно пересчитать по пальцам. Ты, Хьялмар, Сванриге. Что ты хочешь этим сказать? Пока ничего. Хватит разговоров. Надо осмотреться. Дай знать, если что-то найдешь. Я поговорю с остальными. Может, кто заметил больше, чем я? Среды когтей и зубов переломы. Трудно сказать, от чего он умер. Не знаю. От медведя. Ахири, как тебе смешно. Молодой Лугас. Медведи застали его врасплох. Он ничего не успел сделать. Отрик. Халяра, такой молодой парень. Это не послали на нас Карлу. За что же это? Не говори глупостей. Дрогодар. Скальт свое уже спел. Ну ладно. Что у нас тут? Голова медведя. Но язык короткий, как у человека. И спасти несет медом. И чем-то еще. Чем-то землистым. Медведи любят мед, но только свежий. Странно. Что-то под мехом. Татуировка. В виде медвежьей лапы. Старый шрам со следами швов. Получеловек-полумедведь. Существо вроде лекантропа. Но сейчас не полнолуние. Значит обращение вызвано не луной. Может он съел что-то? Или выпил? Мед. С каким-то землистым запахом. Нужно проверить рога и кружки. Я же говорил, ребята, что это необычный медведь. Все рога пусты. У каждого стола стояла чаша. В этой был мед. И только мед. Это что такое? Этот землистый запах. Какие-то грибы. Чаша пустая, но запах остался. Он есть где-то еще в этой зале. Ну, еще медведь. Я его тоже осмотреть не могу уже. Есть. Мед, какие-то грибы и... Человеческая кровь. Кирис! Один стражник видел, что случилось. Это были не медведи, а какие-то... Люди, которые обратились в медведей. Ага. Берсерки. Берсерки? Так, скальды зовут воинов, которые в полубое могут превратиться в зверя. Это сказка. Легенда. Но все совпадает, правда? Ну, давай спросим. Лихо закрученный сюжетик здесь. Ох, ребята-ребята! Ты уже помешал. В чем дело? В одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще. Каких-то трав или грибов. Кирис говорила... Дай рок. Я знаю этот запах. Мардрион. А эти грибы как-то связаны с берсерками? Да. Но только в сказках, которыми убаюкивают детей в холодную зимнюю ночь. Войны, которые ели Мардрион, должны были в приступе боевой ярости превращаться в зверей. Но, как я сказал, это... Только легенды знаю. Но легче поверить в них, чем в то, что медведи появились из ниоткуда. Кирис не ошиблась. Ты разбираешься в травах. Да. Особенно в тех, которые влияют на разу. Успокаивают. Вызывают сон без сновидений. У Дальрик страдал долгие годы. Я пробовал помочь ему разными способами. Сперва молитвой. Потом маковым молоком. А теперь-то оно ему не нужно? Все не так просто. Но он понемногу отвыкнет. Мардрион? Не встречал этого названия. На большой земле их называют иначе. Веселушки, кажется. Да, крестьяне едят их, чтобы притупить боль. У Дальрик тоже их пробовал. Но только пару раз. Потому что в больших количествах эти грибы вызывают видение. Кошмары. Ну да. Это последнее, чего у Дальрику не хватало. Спасибо за помощь. Итак, с чего же мы начнем? Мардрион. Вкус человеческого тела и гриб, который вызывает видение. Это могло вызвать приступ гнева. А возможно и превращение. Может быть. Но я не верю, что мёд отравили здесь, в зале, при стольких свидетелях. Ты прав. Я помогала готовить пир. Я бы заметила. Возможно, это случилось прежде, чем напитки принесли в зал. Еще в погребах. Пойдем. Может, мы найдем какие-нибудь следы? Пойдем. Пойдем. Давай, 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 давай. В темпе вальса. Быстрее. Если мы быстро не найдем виновного, воины возьмут дело в свои руки. Замок уже гудит, как улей. Думаешь, они открыто нападут на краха? Или друг на друга. В лучших традициях Скельги. Давно у нас не было настоящей гражданской войны. Подожди, подожди, подожди. Медитнюк. Я знала, что что-то случится. Было слишком спокойно. Забавно. Арнвальд тоже так сказал. На добром перу и мед и кровь должны литься струей. Его пожелание исполнилось. Вот это мы нормально зашли. Так, там тоже что-то есть. Стальная пластина в бочке лежит. Очень надеюсь, что Хьялмар сейчас тоже делает что-то полезное. А не просто ищет драки. Спокойно. Он вспыльчив на неглуб. Так, это не могу взять. Там ничего нету вроде. Пойдем. Не горит. Странно. Кровь и грибы. Интересно, можно ли узнать, откуда родом эта бочка? Выглядит она так же, как и остальные. Что за... Я же пробовал. Сука. Я не собираюсь их двигать. Только что же пробовал. Быстро. Давай за мной. О, боги! Мы едва не сгорели заживо! Ты-то очень хотел завершить наше расследование побыстрее. Этот проход тайный? Опачки! Отсюда изливаются ума. Отлично, ребята. Просто супер. И мы сразу это умение на вихрь херанем. Блин, нам бы продаться сходить. Ну ладно, уже. Следующая серия. Сейчас потому что будем лутаться и... Налутаем здесь целую кучу. Будем жрать, когда придется хавать. Пиромана. Дай подумаю. Они должны были войти там же, где и мы. Может, там остались следы? Возможно. Когда дверь захлопнулась и рванул огонь, ты слышала, как взорвалась бутылка? Нет. Но у меня не такие тонкие чувства, как у Ведьмака. Ты, наверное, слышишь, как у меня волосы растут. Я стараюсь не прислушиваться. Но вход и правда стоит осмотреть. Так. Ну будем плутаться все-таки все равно. Хотя... Хотя нет, не будем. Тут ничего такого интересного нету. Книжечки только всякие и все. Отмаров здесь явно нет. Ну-ну. Вот это вляпался в разлитый мед. Прекрасные четкие следы. Легкие от меда. Вот это... Вот это я понимаю. Нормально так вляпался, чувак. След обрывается. Ну еще, если какая-то обрывалась, но слишком спешил. Что это? Обрывок ткани. Нет. Не может быть. Ты о чем? Арнвальд. Только он такое носит. Ты уверена? Я видела его в главной зале со слугами. Пойдем. Стой, стой, стой. Надо рассмотреться. Вдруг еще какие-нибудь улики-то пойдем. Мне надо сделать такие поспешные выводы. А то, ребят. Ну, ладушки. Будем делать выводы. Поспешные. Бери коня. Мы догоним его. Так. Плотва. Сука. Стоять. 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 Стой, дьявол. Не думаю, что он послушает. Дай мне его только достать. Давай, давай, давай. Нет, далеко. Надо ближе. У тебя нет шансов. Еще посмотрим. Оп. Мы его взяли. Говори, почему ты их предал. Или я закончу то, что начал. Говори. Так. такое которого выберет толпа пьяных ярлов интересно никогда не слышал от тебя таких речей но я знаю кто об этом только и говорит это бирна бранда не умеешь ты врать армальд и это это зачем как зачем она все это устроила чтобы избавиться от других кандидатов и очернить наш рот если бы у нее получилось сванриги остался бы единственным претендентом на трон скеллиги у тебя есть доказательства твоего слова против слова бирны может не хватить армальд помоги нам и я попрошу отца чтобы он даровал тебе почетную смерть у меня есть ее письма она писала как отравить мед там ни подписи не печать думаешь этого будет достаточно надеюсь ладно надо поторопиться пора созвать ярлов какие-то у нас задания попадаются все на 50 на 60 минут я созвал совет ярлов по твоему требованию керис ты утверждаешь будто знаешь кто стоит за резнёй в каэр трольде так говори кто пролил реки крови сыновей и дочерей скеллиги бирна бран это девка сошла с ума ты думаешь тебе кто-нибудь поверит это ты приказала подать отравленный мед берсеркам что не я распоряжаюсь слугами в каэр трольде пир устроил твой отец он приглашал гостей это верно а есть доказательства в подтверждение твоих слов лучше у меня есть свидетель арнвальд она говорит правду это бирна велел отрывать а когда кереса и ведьмак зашли в подвал и предал нас род который тебя кормил люди это же слуга анкрайтов он будет говорить что ему прикажут даже если ему придется заплатить за это головой верно говоришь арнольд служил каэр трольде сколько я себя помню как верный пёс я могу подтвердить слова керес и еще один край то в прислужник могу представить как керес склонила тебя на свою сторону а может крах просто заплатил чтобы ты меня чернил что ты сказала после того что я видел нас пикироги я верю ведьмаку больше чем тебе это твое право но это не доказывает моей вины есть еще одно доказательство письмо так вот появилась которым бирна дала арнвальду указания как отравить мед каждый мог его написать здесь нет подписи но пергамент пропах твоими духами знаешь у них ужасно сильный запах до сих пор чувствуется это все твои доказательства девочка это должно убедить всех что я изменится не смеши меня верно права керес этого недостаточно чтобы доказать там же есть какое-то заклинание тоже не представил ничего что могло бы обелить имя вашей семьи остается одно кольгер лугас пора покинуть этот проклятый замок нужно решить какое наказание ждет рот анкрайтов вы совершаете большую ошибку молчи и бродяга стойте мама ты сказала мне уйти перед пиром зачем сынок не сейчас зачем ты это сделала откуда ты знала откуда молчишь вы не поверили керес вы не поверили ведьмаку но сыну который обвиняет родную мать вы должны поверить это резня тело и йору она опозорила себя меня весь клан сванриги я сделала это для тебя вот осозналась значит ты признаешь свою вину как старший из ярлов я возвращаю доброе имя роду анкрайтов а тебя мирно приговариваю к смерти ты будешь прикована к скале умрешь от голода и жажды твои останки расклеют чайки если мы пошли за тем типом мы бы перерезали там половина селения какого-нибудь и выдали бы другого виновника всего торжества никто бы не сознался знал что бир на стриме мне так кажется но чтобы пойти на такое что теперь будет со сванриги он утратил дом имя часть его ждет изгнание или или смерть туда хватит об этом еще раз спасибо гера еще раз не за что оставь уже скромность в конце концов ты на земле героев и пусть этот подарок тебя об этом напоминает так ну-ка а теперь я еду под гидденейт на совет ярлов пора назвать короля как думаешь на кого падет выбор поедешь со мной сам все увидишь на нашем совете может присутствовать каждый не откажусь тем более у меня есть свой фаворит а по арбалетик дал смерть небесах начал сразу посмотрим что за там за советы может быть успеем еще пройти одно задание хотя вряд ли времени уже много следующей серии скорее все будем уже заказы выполнять моего время наверно уже начали недавно мы вернули морю брана а сегодня признак кончается как-то фпс просел в этом месте из-за обильных моделек количество моделям ступит на трон новая королева воздадим ей честь вот так даже поинтереснее сюжет завернется мне кажется она нам тем более должна будет мы сколько раз помогли так что все будет на мази у нас на скеле как теперь я знаю не все хотели видеть меня в короне я благодарю всех кто был за меня здесь под священным дубом клянусь что буду доброй королевой для всех я надеюсь на скеллиги воцарятся мир и достаток и вы поможете мне исполнить эту мечту чё там стулы чем случилось она прыгнула просто творец королей пойдем потрындим да дай пройти то без какой-то торговец есть еще что ли ниже назвал меня честью мать природы не обделила меня голос и то что других видишь ли один из нас и друг аниме и заклятья не помогают эликсиры говорят голос могут вернуть сильные чувства переживания что я подумал может быть ты я конечно заплачу дам тебе отличнейшую карту для гвинта ой господи можно попробовать но я даже не знаю чего начать мне его что напугать вот да да именно ну пойдем напугаем тут пещера кстати и здесь скорее всего торгаши нету ты муж торгаши нет еще ниже горит спустись очень странно а вот пещеры и вот торгаш давайте медит нем тогда получится я думаю хотя для начала пройдем задание а потом уже к торгашу зайдем а арбалет проверим 6 8 6 8 но он выглядит поинтереснее сзади будет красиво смотреться а подожди 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 ребята мы же можем делать уже вот так вот ремесло на двадцать девятый уровень нет еще далеко нам до этого дела задание тогда да где без следа поговорить с травником разбитую повозку а я не знаю где-то задание которое взял очень странно так давайте просто подойдем к дереву да и все там у кого-нибудь задание будет а можно с ними поговорить вижу тебя примут жаль только их мать этого не увидит через будет хорошей королевой может она наконец помирит кланы хорошо бы а если нет у нее всегда есть я и кьял если будет нужда мы поднимем за нее оружие дайте поздравим поздравляю ты будешь хорошей королевой благодарю меня бы здесь не было если бы не ты ну и какие планы у новой королевы скельки слушать учиться еще раз слушать а там посмотрим правильный хороший надо объединить план я бы постаралась избежать войны но если на нас действительно готовится напасть не львгард придется дать ему отбор общими силами сговориться с людьми из друманда будет непросто я видел лугаса на коронации он был взбешен и это еще мягко сказано наши роды всегда были в ссоре но я попытаюсь с ним поговорить я что-нибудь придумал тоже верно будь здорово держу за тебя кулаки будь здорово столько он сказал скрестил за тебя от пальцев да ладно я боялся что кто тебя привело сюда что ты думаешь о новом владыке победила достойнейшим проще не густо как-то так но он где-то должен молиться здесь да кто-то отмож там никого нету то хера узнать где-то задание давайте сразу вот с вами давайте смотреть школа терпения обратитесь к егелю найти лабораторию гвинт уникальную карту мыша вура грустная история братьев башня не откуда тяжелые времена скачки мастер бронник идет уже охота за сокровище может в проваленных искать помочь воинам перебить ясно я не знаю ребят ладно давайте закругляться будем на сегодня всем спасибо что смотрели с вами был рирс подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии и не забывайте ставить большой палец вверх всем счастливо всем пока пока пока